Всем привет, дорогие друзья! Мы присутствуем на двухдневном семинаре, медиафоруме, можно даже так сказать. Очень много спикеров, очень много, я думаю, будет полезной информации. Мы постараемся, так сказать, вкратце осветить и рассказать, что здесь будет, какие-то фишечки, какие-то интересные моменты. Но, я думаю, будет круто, поэтому давайте посмотрим. А именно на кого приехали? На какого-то отдельного спикера или в общем послушали? Ну, мне кажется, что вообще процентов 90 собравшихся приехали послушать и посмотреть на Юру Дудя. В итоге мне очень понравился первый спикер. Он рассказал на очень интересные темы, которые мне тоже интересны. И я думаю, что форум будет удивлять. Давай вопрос. Как тебе вообще мероприятие? Почему у футболистов трусы короче, чем у хоккеистов? Нет, я вопрос задаю. А, ты вопрос задаю. Я просто не привыкла отвечать. Вы сказали, я так умею. Да. Да, первый просто был полезный, бомбический, классный. Нашли много советов и возможных использований. Вторая спикерша была мне неинтересна, она была скучна. Эта информация, которую она дала, была мне бесполезна. Но лично мне. Что-то стихка раньше. Ты можешь говорить хорошее про работу? Нет. Крутое мероприятие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok ДimaTorzok Другое дело, какое телевидение? Какого качества? В телевизоре нет обратной связи. Мы долгие годы воспринимали это как само собой разумеющееся. Ну, есть вещи на федеральных каналах, которые очень сомнительного качества, при том, что большие средства вкладываются. Это не говорит о том, что телевидение при всем этом не может быть. Не хочется смотреть то, где обратной связи нет. Когда показывают в телевизоре, и, в общем, ты каким образом не можешь установить контакт с человеком, который это производит. Ютуб замечательный весь. Нет, конечно, там не есть, а их очень много, потому что он еще не сформировавшийся, он еще нет. Другое дело, что молодежь, еще раз говорю, тенденция и динамика очень существенная, она будет продолжаться. Но все это как в жизни, циклично. То есть все это будет возвращаться. Добрый день, Юрий. В общем-то, вы всегда в своих передачах будете спрашивать, сколько зарабатывают люди. Сколько вы зарабатываете? Давайте передаем микрофон другому. Время пройдет. Везде во всем, что в телевизоре, что в ютубе, что в других формах. Качество. Вот если есть качество и правда, тогда это будет жить и работать. Безумие творится. Что-то пошло не так. Десять ступенек и все. Мы, как говорится, два расширения. Ну что, Дудя, сфотографировали. Вотка Дудяна у нас. Понимаете? Селфи. Люди мариновались, мариновались в ожидании Дудя. И вот они его атаковали. А-а-а! Поширательные рекламы. Мне сейчас раздавят камеру. Ждем. Водочку. Ждем. Это фото? Это будет один раз. А скажите, пожалуйста, сколько уже треугольников за сегодня продали? Больше, сколько, да. Треугольников мало. А что люди в основном слушают на медиапруф? Сэндвичи. Сэндвичи? Да. Модная еда? Ну, часто вы такие мероприятия посещаете? Нет, это был первый раз, когда я посетила такого рода мероприятия. И на самом деле, да, это очень-очень познавательно и очень полезно. Я считаю, что такие мероприятия нужно больше проводить. А знаете вот Дудя? Ну, не так прям как бы хорошо. Смотрела пару его выпусков, но, да, представление имею о нем. Я спал немного сначала, а потом, думаю, пойду на самое интересное. Оказывается, на самое интересное принесли на самое начало, я пришел на самое неинтересное. У меня запомнился больше всего блогер, который выступал по поводу бездомных. Я, к сожалению, не знаю его имени и не интересовалась им прежде. Вот сейчас я хочу очень подробно все это изучить, такие дела это называлось. На самом деле, мне кажется, человечности должно быть больше в нашей жизни. Субтитры сделал DimaTorzok Я не исказанно рад, что эта конференция, так как она очень масштабная, проходит не в Казани, а в Межриканске. Это очень круто, спасибо вам. А вы откуда смотрели сейчас? Да, да, да. Ну, и вообще, я жила в Башкирии. Нет, я жила в УК, вдруг переехала. Как бы, ну, не русское, не русское время. Как будто ваше металло. Москва выглядит как москвичка, а приезжает в Башкирию или Фатистан. Нет, потому что, когда вы даже на сцену вышли, я думал, вы начали говорить про учебосьмак, я думал, акцент, значит, ну, не татарка. Сейчас очень много людей пошли, именно блогеры ютубовские и ВКонтакте, которые, они пошли сейчас в Телеграм, и они активно там собирают аудиторию. В принципе, по просмотрам видео, я не знаю, то есть люди больше потребляют написанный контент, чем видео. В Телеграме, да? Да, в Телеграме. Ну, то есть, это прям, вы сами поймите, у вас, например, сообщение приходит, или я вам отправляю видео, и вам нужно его грузить. Вы же тратите время, и вам надо реально запариться, чтобы оно прогрузилось, и потом его посмотреть. А сколько вот можно зарабатывать на Телеграме? Можно по-разному, ребята, я знаю, ребят, которые по 200 тысяч зарабатывают. Реклама очень дорогая в Телеграме. А сколько у них подписчиков? Ну, по-разному, кого-то 60 тысяч, кого-то 40, кого-то 15. То есть, ты понимаешь, чем делает такой рынок, у тебя вот 15 тысяч подписчиков, такой, а буду продавать рекламу за 15 тысяч, и всё, и ты продаешь за 15 тысяч. Лишь, у тебя были... Ну, ты же, да, тут нет такого типа, ах ты ж. Но тут обязательно оригинальный контент должен быть, да? Нет, надо уметь перерабатывать контент. Допустим, если взять вы же офигеть, у меня сфиграция с дудем, да, и мы там стоим вот так. Вот, и мне спросили, а Вера, за что ты взяла дудя, что он настолько широко открыл рот и высунул язык? В общем, я взяла его за контент и спросили, ну как? Я сказала, годный. На самом деле, я хочу сказать, что это форум, где вот реально все залипают. Каждый второй, вот все, друзья, все. Люди не могут просто без телефонов. Телефон-пати просто. Телефон-пати, телефонные люди. Телефон-пати, ура. Я обязательно прочитаю книжку «Как разговаривать дерево». Хоть у меня, конечно, и опыт есть журналистский, но тем не менее. Топ-10 крутых слов, которые ты узнал на фестивале. Мы узнали, кто такой дуть. Ой, а можно по листочку? Просто они не знакомы. Давай, сразу же. Годный контент. Доскроллы. У нас батл по словам, давай. Коллаборация. Ага, дальше. Ты проигрываешь, Вера. Нарративы. Труполайки. Франдайзинг. Корреляция. К質問, телеграм. Поговори в английском. Эмпатичный. Конридер. Лонгридер. Теревет, что подсказывает. Давай. Фракция. Фракция? Да. Ты че, ты не новое слово. Айм сварился тут за два дня. Всем гудбай. Фракция была уже, да? Три, два. Вот так вот можно попить кофе, да? Да, бесплатно, короче. Кофе-брейк. Ты сидишь на лекциях, короче, потом у тебя есть определенное время, где-то полчаса дают, ты выходишь, тут тебе все накрыто. Все вкусненько, чай, разные печенюшки. Вот. Это все бесплатно. Ну, есть платно, но мы туда не ходим. И поэтому мы решили с нашим логом, с акцентом на английском языке зайти немного с другой стороны и проявлять внимание с помощью лидеров мнений. И как раз нашу рубрику «Герои» пригласить суперинтересных людей, которые разделяют наши ценности и которые могут что-то полезное сообщить нашей аудитории. Их максимум усилий уходит на то, чтобы максимальное большое количество людей, вообще, там, читающих на английском языке, знали о том, что сон – это супер важно, особенно в мире соцсетей, и там, на то, чтобы вообще это тем было как-то, кто их сделал. То есть вот эта неосведомленность и осведомленность, да, вот эти вот части воронки, они самые-самые важные для компаний, у которых это на время покупок. Стоит ли прибегать к какой-то жёлтизне или к чёрноте в своих сюжетах, дабы вызвать больший интерес к своему футбольному клубу? Ну, жёлтизна и чёрнота – это не тот, мне кажется, метод, с помощью которого можно привлечь длительный стадион, потому что, на самом деле, это реально трудно посчитать, как конвертируется трекрасный видеоблог с тем количеством людей, которые сидят на трибуне. То есть мы должны, в соответствии с ожиданиями, играть отличный яркий футбол, используя секундные медиа-рассуусы и всё такое. а может пошуметь там а то что-то все там вообще голова болит короче капец только информации два дня кучу просто кучи всего интересно вот у меня же мозг просто это все переваривает ну к сожалению этот медиа форум заканчивается не хочется со всеми прощаться хочется продолжать вот эту прекрасную атмосферу добрые интересные люди но а что поделаешь пошли короче переваривать все это движуху ну и не забывайте друзья ставьте лайки подписывайтесь на канал и огромное спасибо группе нижнекан вконтакте за то что любезно размещает наше видео но я говорю вам пока пока увидимся на канале